Представьте себе группу совершенно удачливых людей. Представьте себе группу людей, таланты которых поражают, а порой даже взрывают сознание. Представьте, что они талантливы в абсолютно разных сферах жизни. А теперь представьте, что они работают вместе, да так слаженно, что и швейцарские часы позавидуют. Что вам приходит на ум? Офис Apple? Google? Google? Может быть вы подумали о бирже на Уолл-стрит? Берите выше, дамы и господа. Это седьмая РА. Сейчас мы расскажем о каждом из них. И начнем мы, пожалуй, с Алексея Леника. У этого парня явно что-то не так с головой и нет. Вы не подумайте о плохом, просто порой он напоминает гения. Его мозги, вот его главное преимущество. Ходят слухи, что однажды он даже взломал Пентагон, просто потому что ему было скучно. И одна из тех вещей, о которой он мечтает, это, как ни странно, научится танцевать. Как Егор Богушевич, например, который танцует просто с ног шивателем. И это ничуть не странно, ведь он танцует на профессиональном уровне уже более 10 лет. Однако, это не единственное его увлечение. Этот парень самый настоящий экстремал в велоспорте. И хоть он не профи в этом, выглядит это весьма внушающе, согласитесь. И если говорить за его мечты, то одна из них, это научиться готовить. А за учителем усмело можно было бы порекомендовать Елизавету Стратулат. Эта девушка знает толк в этом, сами не раз проверяли. Разумеется, это не единственное, что она делает хорошо. Например, Лиза очень любит детей, и что немаловажно умеет ухаживать за ними. Опыт ухаживания за племянницей даст знать о себе в будущем. Из нее получится отличная мама. Что касается ее мечты, научиться видеть прекрасное в обычном, как настоящий художник. А вдохновил ее на такую цель София Чимина. Полет фантазии этой миловидной девушки удивляет каждого, кто хоть раз видел ее работы. В будущем она станет самым настоящим художником. Также нельзя не упомянуть о ее увлечении фотографировать, готовить и танцевать. Ее мечта не менее прекрасна, чем прошлые. Она мечтает научиться играть в баскетбол. Как этот парень, Вадим Животов, который занимался ним на профессиональном уровне довольно долго. Но в определенный период, почувствовав тягу к танцам, он решает бросить спорт и начать танцевать, как он собственно и делает. Танцы и баскетбол. Этот симбиоз удивительно хорошо сочетается в Вадиме. Посмотрите сами, как он здорово выглядит на танцполе и на игровой площадке. Мечта Вадима довольно интересна своей необычностью. Клевые подкаты. Вот о чем мечтает этот парень. А в качестве вдохновителя этой мечты выступил его ближайший друг, Никита Винниченко. Если бы за подкаты раздавали награды, он бы забрал их все. И это неудивительно, посмотрите на эти движения, отработанные годами. Но подкаты – это всего лишь частица в его познаниях моды. Ходят слухи, что даже учителя с ним советуются, когда перед ним есть сложный выбор. Также Никита знаток в сфере современных технологий, а в первую очередь гаджетов. Мечтает Джон, как ни странно, о мастерстве в шахматном спорте. Играет он неплохо, но вот до Лиды Юдина ему далековато. Однако шахматы не единственное, чем эта милая девушка увлекается. Фотография. Вот в чем она еще невероятно хороша. Лида очень эмоциональный человек, так что ее мечта вполне обоснована. Она мечтает научиться спокойствию, коим обладает наш самый невозмутимый человек класса – Карина Дымова. Будь то фильм ужасов, пожар, война, или даже двойка по украинскому языку, ее полное спокойствием лицо останется непоколебимым. Этому качеству позавидовали бы и аристократы из Англии. Но это не единственное, в чем они могли бы посоревноваться с нашей Кариной. Ведь она взяла от них не только элегантную манеру спокойствия, но и знания в сфере английского языка. Как ни странно, мечтает она хотя бы о частичном настроении на жизнь и позитиве, что изучает наш следующий герой – Глеб Подубченко. Сказать, что он оптимист – ничего не сказать. Он, как минимум, самый оптимистично настроенный парень на эту жизнь. Что только с ним не случалось, в каких только передрягах он не был. На его лице всегда сохранялась неизменная улыбка, что стала частью его самого. Мы все точно знаем, что его позитив и легкость обязательно даст свои плоды в будущем. А мечтает наш улыбчивый друг о том, что когда-то он обязательно выучит украинский язык так же, как Андрей Хомич. Андрей – это типичный парень украинской внешности с нетипичными высокими познаниями в украинском языке и литературе. Кроме глубоких познаний в украинском языке, Андрей еще увлекается футболом. И он не просто болеет за своих, не выходя из дома, но и сам не против поиграть с друзьями на нашем школьном стадионе. После матча не грех поесть, и Андрей часто угощает своих друзей, что только укрепляет командный дух. Мечта Андрея связана с фотографией. Он очень хотел бы научиться работать на камеру так же, как это делает Анастасия Сидунова. Опыта работы модели у нее предостаточно. И, откровенно говоря, позировать у нее получается действительно хорошо. Помимо этого, Настя также увлекается и спортом, в частности, большим теннисом. Нельзя не упомянуть про ее успехи в школе, она там тоже большая молодец. А еще у нее очень милый котик. Что же касается ее мечты, она очень хочет завести себе собаку, хоть порой и не ладить с ней. Что нельзя сказать про Марию Верхову. Будущего ветеринара уже можно назвать настоящим профессионалом в ухаживании за животными. И по логике вещей наша героиня Дамасет. Поэтому ее мечта вполне обоснована и проста. Она мечтает быть участницей или даже организатором какого бы то ни было захватывающего приключения. Коим, кстати, является наш главный искатель приключений, Игорь Евич. Талант этого парня нельзя переоценить. Он воистину найдет их всегда и везде. Они у него, видимо, просто в крови. А подпитывает любовь ко всякого рода приключениям его собака, с которой он вылез из многих передряг. Наверняка Игорь в будущем станет великим путешественником, а собака его лучшим помощником. И как бы это не было забавно, мечтает наш молодой энтузиаст о глубоких знаниях в математике, к коим обладает наш следующий герой, Иван Реков. Вундеркинд, гений, Ваня. Это слова синонимы, если кто не знает. Иван настолько уверенно знает этот предмет и так горит его изучением, что мозгу не хватает времени думать о том, чтобы писать понятным почерком. Поэтому его гениальность понимают далеко не все, кроме одной. А еще Ваня увлекается футболом и спортом в целом. Молодой, бравый парень, что еще сказать? Его мечта – знать историю. А помогает ему осуществить мечту Юлия Поздняк. Лучший знаток истории в нашем классе. И да, у нас есть основания, чтобы это утверждать. Кроме своей библиотеки знаний в голове, она также может похвастаться еще одним интересным увлечением, таким как игра на гитаре. А мечтает Юлия обладать организаторскими и лидерскими качествами, которые, кстати говоря, есть у Юлии Собченко. Это миниатюрная, красивая и попросту милая девочка в нашем классе. Но, как вы уже поняли, есть у нее одно качество, что выделяет. И это ее способности к командованию и организации. Она даже была выбрана командиром нашей команды в военно-патриотической игре «Сокил Джуа», в которой мы путем настоящего испытания взяли третье место. Мечтает и спортивной, но все же хрупкой девушке, быть такой же сильной и выносливой, как Влад Шолдман. Его кредо – это гандбой, которому он увлечен еще с раннего возраста. С тех пор он много трудился и многого достиг в этом виде спорта. Конечно же, он хорош не только в этом виде спорта. Влад также преуспел во многих других спортивных сферах. Как показывало множество ситуаций, которые мы вместе с ним переживали, этот парень очень честный, благородный и, что очень важно, храбрый. А за пример по вышеперечисленным качествам он берет такого человека, как Максим Андреяш. Да, храбрости. Порой даже отчаянный. У него не занимать. Макс, пожалуй, самый активный по социальным меркам человек класса. Знает многих, да и его знает. Участник «Сокил Джура». Долгое время занимался баскетболом, но решил уйти из этого спорта в связи с загруженностью в школе. Несмотря на устоявшиеся мнения, что привлежные ученики мало гуляют, Макс доказывает обратное. Он успевает и в школе поучиться, и с друзьями погулять. Кроме того, он самый настоящий друг, который всегда готов прийти на помощь. «О чем может мечтать такой бесстрашный и уверенный в себе парень?» И мы ответим. Мечтает он знать законы нашей страны так же, как знает их Маргарита Шелпан. Строгая, сдержанная. Из этой без преувеличения прекрасной девушке будет отличная судья. Она уже может давать консультации местным искательным приключениям. Прямо-таки здешний адвокат. А еще она ярый любитель поэзии. И хороший игрок в волейбол. С успеваемостью в школе у нее тоже все в порядке. В общем, со всех сторон молодец. И не то чтобы прям Лита мечтает об этом, но порой она думает, что, наверное, было бы здорово относиться к жизни проще и легче, как это делает Линни Клиана. О ее коммуникабельных талантах, наверное, слышал каждый в школе. Она всегда выйдет сухой из воды и выкрутится из любой ситуации. Настолько у нее развиты эти навыки. Кроме того, из Лины бесспорно вышла бы отличная модель. Красивая, длинноногая, общительная девушка. У нее явное ей будущее. Мечта Лины научиться так же владеть пером, как наш режиссер, оператор, сценарист и вообще вся съемочная группа в одном лице Никита Вяткин. Участник Сокилджура, мотоциклист, фотограф, видеолог, ютубер, патимейкер, работник в пресс-центре БК Химик, Дримс и Немоушенс и других. Бывший бальник и китбоксер. И попросту говоря, самый скромный человек в классе. Мечта Никиты научиться рисовать, как Андрюк Анастасия. Многократно ее талант художника выручал наш класс на всякого рода школьных мероприятиях. Благодаря ней наш класс всегда был на высоте в этом плане. Также Настя мастерски владеет кюсти не только на холсте, но и на лицах. Она шикарный гримет. Мечтает Анастасия научиться играть в волейбол так же классно, как Ольга Вильганюк. Эта девушка душа своей компании. Она здорово играла в волейбол и не раз это доказывала на площадке. Значение ее участия в соревнованиях по волейболу нельзя преуменьшать. Она всегда переносила большой вклад в победы нашей школьной команды по волейболу. Как вы поняли, несмотря на все наши различия и несходства, мы все равно безумно дружны и работаем словно одно целое. Часто помогаем друг другу и просто хорошо проводим время. Наши школьные годы, хоть уже и в прошлом, останутся в сердцах навсегда. Спасибо всем учителям, которые учили нас. Спасибо людям, что кормили нас и заботились, чтобы нам в школе было так же уютно, как в собственном доме. Спасибо Ирине Николаевне за то, что наставляло нас и вела вперед все эти годы. Спасибо Надежде Валентиновне и всем сотрудникам нашей школы за все. Спасибо за наше детство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok